21.00 в Украине. Здравствуйте! Это итоговый выпуск на UATV в студии Натальи Гаврилова. Обстрелы на Донбассе в объективе UATV. Перемирие было недолгим. Скупка голосов, влияние на медиа и кандидаты-клоны. Нарушения на выборах. Как на избирательных участках – женились, ругались и пытались умирать. Перемирие на востоке Украины закончилось, едва начавшись. Снова стреляют возле оккупированного Донецка. Съемочная группа UATV стала свидетелем обстрела. Боевики открыли огонь по вооруженным силам Украины. Больше в репортаже Игоря Меделяна. Сегодня вечером на окраину Маринки мы ехали с совершенно другой целью. Хотели снять сюжет об одном из бойцов. Но как только приехали на позиции, тема изменилась. Тишина здесь продержалась почти два дня. Но противник не сумел придерживаться режима тишины и, в конце концов, обстрелял позиции украинских бойцов. Они вот открыли огонь из пулеметов в нашу сторону по бойницам. Возможно, они это делают не для поражения наших целей, а чтобы в светлое время суток начали отвечать. И чтобы наблюдатели ОБСЕ фиксировали, что украинская сторона не соблюдает режим тишины. Украинские военные огонь в ответ не открывали. Лишь наблюдали из безопасного места, из укрытия за действиями противника. Там просто заросли огромные. Он сейчас заляжет со своим пулеметом Калашникова или крупнокалиберным станковым пулеметом, и его не видно. Как будет дальше себя вести противник, на деле известно только ему одному. Но украинские военные говорят, что каждый раз он первый нарушает режим тишины и открывает огонь. Знаю, что оккупационные войска никогда не придерживались перемирия. Поэтому мы ждем, что в любой момент это так называемое перемирие может закончиться. В данный момент бойцы продолжают нести дежурство на своих постах. Все они находятся в полной боевой готовности. И говорят, что в случае прямой угрозы их жизни могут открывать по противнику ответный огонь. Из Донецкой области Маренко, Игорь Меделян, Сергей Ильинский, Александр Чабан, UATV. Пять лет освобождения от оккупации празднуют Северодонецк. Сейчас там размещены Луганская областная военно-гражданская администрация и ряд других учреждений, которые удалось перевезти из оккупированного Луганска. Как город отмечает День освобождения в материале корреспондентов UATV. На центральной площади города выставка военной техники. Кугуары, БТР, армейские кразы, различные бронированные машины. Всего более 10 единиц боевого транспорта. Это выставка военной техники всех сил и средств, которые принимают участие в операции объединенных сил. Представлена техника службы чрезвычайных ситуаций, национальной гвардии, национальной полиции, ну и, конечно же, вооруженных сил Украины. Выставка посвящена пятой годовщине освобождения Северодонецка от российских наемников. Олег в 2014 году был среди тех, кто освобождал от боевиков города Луганской области. Освобождать свою страну, свои города – это не обязанность и не долг для меня. Это честь. А сын Елены, Александр, пять лет, отстаивает независимость Украины на востоке страны. На войну пошел в первую волну мобилизации. Дома, в родном Северодонецке, его ждут жена и маленькая дочка. Что такое, когда твой ребенок освободил этот город вместе с другими военнослужащими? Мы благодаря только им и можем сейчас спокойно работать, а дети – ходить в школу. Хочу его поздравить с таким прекрасным днем – с Днем освобождения нашего города. 22 июля 2014 года Национальная гвардия, вооруженные силы и добровольцы с трех сторон атаковали боевиков и на рассвете в ожесточенной перестрелке освободили город. Руководил этой операцией полковник Национальной гвардии Украины Александр Радиевский. В тот же день жители города с цветами и флагами вышли навстречу освободителям. А на следующий день, 23 июля, полковник Радиевский погиб, освобождая от оккупантов Лисичанск. В честь освобождения Северодонецка в городе проходят выставки и лекции. Состоялся автопробег, марш военного духового оркестра, а праздничный концерт будет продолжаться до полуночи. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮАИ-ТВ. Пятую часть нового украинского парламента займут женщины-депутатки. Таковы предварительные ожидания политиков. На этот момент уже обработано 85% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов. И Центральная избирательная комиссия продолжает подсчеты. Там работает корреспондент ЮАИ-ТВ Ольга Михайлюк, и она на прямой связи со студией. Оля, добрый вечер. Поменялись ли как-то цифры существенно? Здравствуй, Наталья. Да, конечно, поменялось. С момента нашего последнего включения за два часа уже почти миллион голосов еще посчитали. И сейчас обработано более 86% протоколов. Расклад сил, естественно, не поменялся. Только доли какие-то могут меняться от процентов. Я прошу показать, что у нас сейчас на экране. Первое место у нас «Слуга народа» так и остается. Более 42%. Второе место «Оппозиционная платформа за життя» более 12%, почти 13%. Европейская солидарность 8,27%. Батьковщина 8,17% догоняет Европейскую солидарность. И на пятом месте преодолели 5% барьер «Голос» 6,02%. Интересно, что на заграничном и иностранном округе многомандатном там совершенно другие цифры. Там лидирует партия «Европейская солидарность», а «Слуга народа» занимает второе место. И там 28% голосов. А на третьем месте «Голос» с 20% голосов. Но, естественно, сейчас идет и подсчет по мажоритарным округам. По мою правую руку находится табло, где у нас данные по мажоритарникам. Тоже они постоянно обновляются. Сейчас я вижу, что 94,24% обработаны. Несколько быстрее происходит здесь обработка. Что интересно, на Львовской области показала голосование. Там есть мажоритарщики, которые победили как от «Голоса», так и от партии «Самопомощь», которая не попала в парламент. А вот в Донецкой области, например, ни один депутат от «Слуги народа» по мажоритарному округу не проходит. Зато там есть депутаты от оппозиционного блока и оппозиционной платформы «За жизнь». В целом по мажоритарке очень много проходит депутатов. Пока что, по данным, которые здесь обновляются, это 125 депутатов. Так, например, в одном из округов Киева голоса избирателя отдали ресторатору Николаю Тищенко. А вот в Черкасской области победил молодой телеведущий, известный украинский Александр Скичко. Самые интересные баталии были на округе в Запорожье. Там такого вот мастодонта Богуслаева Вячеслава, депутата четырех созывов, победил свадебный фотограф Сергей Штепа. А в Полтавской области олигарх Константин Живаго победил, его победил Александр Мовчан. Он проектный менеджер системы «Прозора». Даже на своей странице в Фейсбуке написал руководитель нынешней таможенной службы Макс Нефёдов, что это была такая стычка Давида и Голиафа. Вот такая раскладка сил сейчас, это предварительные данные, но уже сейчас можно примерно понять, каким образом полученные голоса, как это скажется на расстановку сил в парламенте. Естественно, самое большое число мандатов получит пропрезидентская сила «Слуга народа». Есть данные, которые на своей страничке опубликовал один из сотрудников Центральной избирательной комиссии Александр Сельмах. Так вот, по его подсчетам «Слуга народа» по многомандатному округу занимает, это партии, 122 мандата, а мажоритарные щеки, по его данным, это 125 человек и в целом это 247 мандатов. Там есть данные по всем силам. Платформа «За жизнь» по многомандатному 37, мажоритарные щеки 7, это 44 мандата, европейская солидарность 25 партия и 2 это мажоритарные щеки, то есть 27 мест, Батьковщина 23 по общегосударственному округу, 4 по одномандатному, это 27 мандатов, Голос 18,2, то есть 20 мест. Всего, я напомню, в Раде 9-го созыва будет 424 депутата, 225 это пропорционально по партийным закрытым спискам и 199 по тем округам, которые у нас остались после аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Сейчас продолжается подсчет электронных протоколов, когда мы получим 100% результатов. Мы можем, в принципе, уже верить той расстановке сил, которая будет в парламенте, но официально говорить о результатах после подсчета бумажных протоколов можно и его обещать завершить до 5 августа. Вот такая информация. Студия. Спасибо большое, Оля, за сегодняшний тебе насыщенный день. Целых три включения ты нам сделала. Всего тебе хорошего-хорошего вечера. Как мы услышали, Ольга Михалюк нам включилась из Центральной избирательной комиссии с последними данными, но 100% протоколов еще не подсчитаны, поэтому следим за свежими цифрами. Зато 100% электронных протоколов подсчитали уже за рубежом. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. На большинстве участков победила Европейская солидарность Петра Порошенко. Ее поддержали 29,5% избирателей. На втором месте президентская партия «Слуга народа». Ее результат 28%. В тройке лидеров и партия Святослава Вакарчука «Голос». У нее 19%. У остальных партий менее 4% голосов. Всего в округе за границей было открыто 102 избирательных участка. Незначительные нарушения и положительные отзывы. Международные наблюдатели подытожили подготовку и проведение внеочередных выборов украинского парламента. Их оценки собрала Юлия Башко. Особенностью досрочных выборов в Украине стали попытки проголосовать без документов. Такие нарушения зафиксировали в гражданской сети опоры на 10% избирательных участков. Таких случаев задокументировали 139. Это, в частности, выдача бюллетеней по загранпаспортам или копиям паспорта. Есть и позитивная тенденция уменьшения количества фото-бюллетеней. Скупка голосов серьезно обеспокоила международных наблюдателей. Ее результатом стали 125 уголовных производств. Среди нарушений зафиксировали наличие кандидатов-клонов и злоупотребление административными ресурсами. Но в целом в международной миссии отметили, что досрочные выборы прошли прозрачно. В день выборов наши наблюдатели позитивно оценили процесс голосования на избирательных участках. Голосование прошло прозрачно. Подсчет голосов прошел также прозрачно. Однако иногда не соблюдались процедуры заполнения протоколов. Были с нарушениями. В каждой пятой избирательной комиссии были такие нарушения. За досрочными выборами наблюдала международная миссия, в которую вошли больше 800 экспертов УБСЕ, НАТО и Европарламента из 45 стран. Они отметили хорошую организацию голосования, но в то же время нашли недостатки в освещении информации о выборах в медиа. Мы видим большую концентрацию частных телеканалов, которые охватывают более 70% населения. Мы мониторили медиа на протяжении нескольких недель и зафиксировали постоянные нарушения. Но несмотря на зафиксированные нарушения, в целом досрочные выборы в Раду соответствовали международным демократическим стандартам. Такой вывод сделала и канадская наблюдательная миссия Канады. Мы увидели, что парламентские выборы в целом соответствовали стандартам демократических выборов. И хотя были некоторые нарушения, они в целом не повлияли на результаты голосования. Возможно, они были последствиями смешанной системы и касались одномандатных округов. Большинство нарушений, по данным наблюдателей, связано с несовершенным избирательным законодательством. Юлия Башко, Артем Голубь, Пьер Моречко, ЮЭТВ. Послы «Большой семерки» назвали выборы в Украине конкурентными. Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере. Они отметили, что основные права и свободы на внеочередных парламентских выборах были соблюдены и поздравили Центр-избирком с проделанной работой. Притворялись мертвыми, ели бюллетени и приходили в свадебных платьях. Голосование на этих выборах не обошлось без курьезов. О необычных и забавных случаях на избирательных участках смотрите в сюжете Артема Голуба. На избирательном участке в Киеве пожилой женщины без паспорта отказались выдать бюллетень. Женщина устроила скандал, но так и не получив заветный документ, решила умереть. Как выяснилось, она симулировала. А 94-летняя львовянка пришла на участок, несмотря на то, что должна была голосовать на дому. Члены избирательной комиссии сначала не захотели нарушать правила и не выдали ей бюллетень, но после скандала сдались. А избирательница вместо того, чтобы бросить документ в урну, порвала его и попыталась съесть. Алюминиевую кастрюлю вместо сейфа для хранения бюллетеня использовали члены избирательной комиссии в Кировоградской области. Посуду опломбировали и передали дежурному полиции. Говорят, приняли такое решение из-за отсутствия полноценного сейфа. В Днепре члены комиссии также проявили изобретательность и решили погасить неиспользованные бюллетени топором. По закону, чтобы документ стал недействительным, от него отделяют правый нижний угол. Обычно для этой процедуры используют ножницы. Также в Днепре на избирательный участок пришла девушка в свадебном платье. Она приехала исполнить гражданский долг прямо перед тем, как отправиться в ЗАГС. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,8%. Это стало самым низким показателем за всю историю парламентских выборов в Украине. Артем Голуб, UATV Завершено голосование за нового премьер-министра Великобритании. За этот пост боролись бывшие и действующие министры иностранных дел страны Борис Джонсон и Джереми Хант. Голосование проходило в несколько этапов, пока не осталось два претендента из десяти. В финале по почте голосовали все члены консервативной партии, а их около 160 тысяч. Имя нового главы правительства объявят завтра, 23 июля. Они рассказывают об Украине всему миру с помощью фотографий. UATV запускает цикл сюжетов «Украина в объективе» о том, что именно снимают украинские и зарубежные фотохудожники в нашей стране. Сегодня наша героиня Алена Сапонова – украинский фотограф. Она объединяет в одном снимке искусство кадра, живописи и архитектуры. А вдохновляет ее город, которому почти 14 веков. Алена Сапонова – молодой украинский фотограф. Ее работы находятся на стыке фотографий, живописи, моды и архитектуры. Изучив архитектуру и экономику, девушка решила посвятить свою жизнь фотографии. Одним из важных источников вдохновения для нее является Украина, особенно Киев. Столица, которая умещает десятки разных архитектурных стилей, создает для Алены уникальную художественную площадку. Я продолжаю снимать город неустанно, потому что это мой дом. Потому что меня вдохновляет, я не знаю, люди здесь, дома новые, старые. Пусть оно хаотично как-то строится, но это и есть наша жизнь. И мне хочется показать наш город миру, наших людей миру, нашу Украину миру с наилучшей стороны. Сегодня она работает над многими проектами. По большей части они передают культуру и историю Украины. Один из них связан с известным художником Александром Мурашко, который в 1917 году стал одним из основателей Украинской академии изобразительного искусства и архитектуры. Это проект, который мы начали с художницей Саши Степаненко, который сейчас еще в разработке. Ее будут картины, мои фотографии города и всей Украины с призывом людей ценить культуру, с призывом людей ценить искусство, культуру и нашу историю. Алена решила отвезти нас в бывший дом Мурашко в Киеве, чтобы больше рассказать о проекте. Там мы встретили ее подругу и художницу Сашу. Девушки мечтают собрать украинских современных художников и вдохнуть вторую жизнь в бывший дом Мурашко, превратив его в открытую площадку, посвященную украинскому искусству. Вы знаете, украинцы слишком застенчивы и порой они прячутся где-то, не показывая свое искусство никому. Но мы хотим вдохновить других художников, чтобы они не боялись показать себя, создавать, вдохновлять. Они нужны нам. Наш город нуждается в обновлении. Вы видели это? Это заброшенный дом. Очень жаль, что он такой, и мы хотим это изменить. Алена Сапонова принадлежит к новому поколению, к тому, который через свое искусство пытается изменить мир к лучшему. Инна Косинская, Пьер Моречко, ЮАИ-ТВИ. Еще больше актуальной информации есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала ЮАИ-ТВИ. На сегодня у меня все. Оставайтесь с ЮАИ-ТВИ. У нас всегда интересно. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова